всем привет меня зовут федор васильев в этом уроке я хочу вам показать как сделать вот такой вот красивый анимированный таймер для кмс джумла данный таймер выполнен с помощью специального очень популярного и мощного плагина улице мэтт шорткот кто не знает такой в этом уроке вы узнаете плагин ultimate shortcut это только одна песчинка то что он умеет на самом деле за счет этого плагина можно построить целый контент то есть целый лендинг только за счет плагин ultimate shortcut то есть там очень много всяких примочек то есть такие вещи можно вставлять например в html код модуль или в статью в данный момент таймер находится в статье то есть если у вас какая-то информация нужно поторопить там не знаю вашего потенциального клиента совершить какое-то целевое действие обычно ставится вот такой вот таймер давайте посмотрим как его сделать я перехожу просто в обычную статью джумла после установки плагина у вас сразу появится вот здесь вот кнопка вставить шорткот такая вот кликаем по ней и сразу вау у нас глаза разбегаются что у нас тут много чего есть то есть это просто клондайк какой-то и можно быстро запутаться потеряться где что лежит но благодаря вот этому вот этой вот сортировочки мы можем быстро по категориям видите подсвечиваются только определенные инструменты в категории мультимедиа благодаря вот такой вот меню да мы можем быстро легко найти то что нам нужно данный инструмент находится у нас вот здесь вот он еще пока в бета-тестирование видите здесь подставляется такая иконочка бета кликаем по нему к сожалению он не переведен на русский язык то есть обратите внимание что плагин он весь принципе переведен на разработчикам но дан инструмент не переведен разработчикам вот именно а вот это таймер хочу заметить что это не единственный таймер в этом плагине то есть в этом плагине есть и другой но у него дизайн более убогий здесь дизайн все-таки красивый самое первое конечно нам нужно поделиться до какой даты у нас тикает таймер это выставляется здесь то есть например год 2007 сейчас 7 месяц ставлю 7 месяц сегодня 15 число ну пускай будут 20 то есть вот здесь отменяет число также вот здесь можно поставить время часы минуты секунды дальше у нас есть настройки размер можно выставить маленький телефон средний планшет большой монитор оставляем по умолчанию а свет общая цветовая гамма темный свет мы оставляем темный текст color светлый темный также можно поиграться таймнейм это значит показать скрыть вот эти вот подписи часы минуты секунды давайте показать но сразу говорю они на английском языке вот здесь вот не совсем понятно почему это не отображается возможно это будет отображаться после того, как таймер стечет, текстовая приставка в начале, то есть выше таймера, а вот эта текстовая приставка в конце. Ну, в принципе, оставляем, не пропускаем эти поля. Можно выставить вертикальный счетчик или горизонтальный, оставляем горизонтальный, выравниваем, я выбираю по центру, и, в принципе, здесь все. Здесь у нас есть кнопка предварительный просмотр, но именно таймер почему-то здесь не просматривается. Мы можем здесь сохранить шаблон, получить код, точнее показать код и скопировать его куда-то. Вот он, всего лишь вот так выглядит. То есть вот этот код мы вставляем в любую статью или в код модуль HTML Joomla. Но в модуле нужно не забыть включить поддержку плагинов. Там есть такая кнопка. Здесь мы нажимаем вот на эту кнопку вставить шорткод, он у нас вот обставляется. Чтобы редактировать данный таймер, не обязательно каждый раз удалять и заново заходить в шорткод. Здесь достаточно просто дату поменять прямо вот здесь, видите, она отображается в кавычках, поменять, например, месяц, число там или время, если у вас как-то изменилась там ваша акция или что-то в этом духе. Давайте посмотрим, как работаем. Я нажму сохраниться. Итак, вот у нас, вы видите, таймер идет. Осталось четыре дня. Вот это часы у нас, минуту с минуту, с секунды. Если вас смущает английский язык, то это у нас отключается. Я уже говорил где, давайте еще раз быстро покажу. Вот здесь вы выставляете нет и вставить. Тогда не будут выводиться вот эти вот названия. Плагин очень крутой и, конечно, как вы догадались, он у нас коммерческий. Более детально об этом плагине я записываю серию уроков в своем новом видеокурсе, который выйдет, скорее всего, в конце лета, лендинг-пенч на лету. Вообще, этот курс посвящен Gridbox 2, но там будет небольшой раздел по некоторым ключевым моментам плагина Ultimate Shortcode. Те нюансы, моменты, которые мне нравятся очень в этом плагине, я хочу отдельным модулем поместить в курс вместе с Gridbox. Так что следите за моими новостями. Вы можете, кстати, подписаться на этот курс, то есть подписка бесплатная, просто если вы хотите получить бонус и получить скидку на курс, ссылка будет в описании этого видео, где вы можете подробно ознакомиться с деталями будущего курса. На этом здесь все. Я с вами прощаюсь и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok